приветствую вас на своем канале русские на канарах знаете увидела такую клумбочку я не могу когда я вижу такое просто сердце тает на сегодня прекрасная погода и я сейчас нахожусь в одном месте хотел рассказать вам почему я здесь нахожусь это у нас центр учебный я сейчас начала ходить на курсы длительностью три месяца вот уже две недели получается я уже отходила эти курсы предоставляет служба занятости они бесплатные для тех кто стоит на учете как безработные вот я состою на таком учете я давно хотел пройти какие-либо курсы во-первых на любую профессию нужно подтверждение что ты учился вот и также получить определенные знания ну и не только будем надеяться что потом у меня получится найти работу в будущем просто сейчас эти курсы связаны с туризмом они называются именно курсы для того чтобы проводить уборку как горничную в гостиницах в отелях и так далее вот но так как сейчас туризмом проблемы на канарах то может быть в будущем когда нибудь получится найти такую работу также что мне нравится что когда ты безработный ты можешь выбрать какие-либо угодно курсы эти курсы длятся три месяца как я уже говорила вот я выбрала их потому что другие курсы на которые я хотела пойти хотела пойти на курсы повара они длятся около 6 7 месяцев и к сожалению все курсы начинаются сейчас в январе хотя я записывалась раньше думала может быть начнутся раньше но начались только в январе и они закончатся в июле в августе и соответственно мне эти курсы не подходят и осталось выбрать только именно эти короткие курсы я не хочу снимать здание людей так как здесь люди очень плохо реагируют если кто-то снимает вот и мне нравится попадать в кадр поэтому я не буду это делать лучше я буду снимать цветочки и рассказывать вам у нас учится 15 человек тоже такие же безработные кто-то стоит получает какое-то пособие по безработице пользуются возможностью выучиться пока стоят на пособиях вот я выбрал эти трехмесячные потому что летом начинаются каникулы у детей некому их оставить под присмотр поэтому выбрала эти короткие для того чтобы в тот в то время когда они находятся в садике и школе то я могла бы тоже отучиться и получить какой-то сертификат который будет подтверждать то что у меня есть определенные знания в этой области вот мне очень нравится проходит курс на испанском языке у нас учеба с 8 до 2 каждый день 5 дней в неделю также что мне нравится что служба занятости обеспечивает нас всем нам дают тетради нам дают ручки карандаши всю литературу необходимую все это бесплатно вот нас обучают учительница теория практика все принадлежности все все у нас есть все это бесплатно также на время учебы мы можем запросить стипендию у кого если есть дети до 12 лет стипендию как бы на детей выходит около 300 евро и еще на то чтобы обеспечивать себя проездом полтора евро в день вот я запросила конечно стипендию это так как я безработная не работаю иногда получается так что дети у меня заболевает то мне приходится кого-то просить нянькаться пока я учусь на курсах и приходит соответственно оплачивать им этот день чтобы они могли понянькаться просмотреть за детьми потому что курсы пропускать нежелательно очень много информации такой знаете на испанском языке но ничего я справляюсь мне очень нравится потом после окончания этих трех месяцев будет практика будем надеяться что будет практика в настоящей гостинице для того чтобы так сказать окунуться именно в эту атмосферу надеюсь что у нас получится это так что вот такие у меня дела вот сейчас ухать чем сложно стало нужно совмещать все и детей отводить школу и забирать и еще это учеба и домашние какие-то дела вот конечно немножко устаю но ничего это всего лишь будет длиться три месяца тем более что еще и за это получаем стипендию и это здорово сегодня прекрасная погода наши курсы находятся прям около набережной другой раз я вам покажу именно эту набережную вот нужно переходить дорогу сейчас у нас небольшой перерывчик я воспользовалась для того чтобы записать вам это видео рассказать об этом если будут какие-то интересные вопросы обязательно задавайте про безработных которые здесь стоят на учете в испании всем пока пока